Вечер добрый всем приветствую всех новостейк онлайн рад видеть постоянных участников точно также и приятно видеть новых закончилась торговая неделя и август достаточно интересные в этом плане флэк продолжается пока мучают на всех рынках и новости которые ждут нас на следующей неделе обязательно для себя отметить по штатам из важных событий вторник среда и четверг может быть волнительной значит во вторник на открытие штатов на открытии чхакской биржи строительство новых домов отчет ну не может там сильно слишком будет волатильный но в среду вот то что может как раз и создать интересную волатильность это фомка но фомка минус но сейчас все в преддверии даты либо же какой-нибудь там перенесение на другое полугодие повышение процентной ставки поэтому заседание и результаты отчетов по фомке они как раз на волатильности очень хорошо отрабатываются джоблес клеймс четверг и пятница будет тихо и спокойно в общем вторник среда четверг особенно среда четверг будут активными активными по остальным странам и значит вторник ну я уже прошла ты сказал объем рожденных продаж за июль это по британии не особо ну и в пятницу считается канада по индекс индексу потребительских цен из интересного также из интересного также на следующей неделе это отчеты роснефть банк втб и фос агро ну значит роснефть понедельник втб вторник точное время не указано и фос агро 5 вот на следующей неделе наши отчитываются посмотрим по отчетам как у них там доходность так по поводу марки твой буквально в двух словах миша попросил чуть дальше не смотрите а здесь ну как был ну как пульт управления вы можете добавить любой инструмент либо те инструменты которые вы к примеру мониторить еще помимо основного вы в поле здесь выбирайте тикер если не знаете тикеров то через символ lookup это поиск тикера выбирайте биржу выбирайте фьючерс это индекс стак бонд вот и создайте список вы можете его сохранить дальше значит со звуком нормально все потому что все нормально все хорошо спасибо большое вот когда вы составили этот список вы также можете настраивать колонки которые идут информационные с определенными данными здесь в сетап заходите в колонну ну то есть грубо говоря настройки столбиков и что-то отключайте что-то включаете из того что ну вот точно надо это дельта туда макс волюм потом дельта он прайс и по тридцатке вот эти дельта дэй 30 процентов и выкли я не все включаю когда на волстит онлайн здесь вот относительно 30 процентного диапазона прошлой сессии процентах с открытия ну цена и объем то есть ну можно быстро пробежаться нажав на любой стикеров здесь будет график как вот с сэмпи такой то есть быстро можно просмотреть но помимо этого еще то есть такая функция как синхронизация да то есть мод значит активируем ее и вы к примеру открыли ну у меня на сэмпи для мониторинга порядка там 20-24 модулей открыто да и мне нужно выбрать некоторые чтобы просмотреть там какие то данные по другим индексам да то есть чтобы не включать там на семи модулях там fsx вбивать тикер либо его выбирать из списка вы просто нажимаете здесь стрелочку выбираете какие модули хотите синхронизировать и активировав их затем при нажатии на fsx все эти модули они погружают непосредственно этот тикер то есть вы можете быстро пробежаться по инструментам подгрузить сразу 8 модулей либо же там 10 и не ну это ускоряет как бы лень двигатель прогресса вот следующее франк напомните когда будем евро смотреть про франк посмотрим почему бы нет так ну и и по поводу спрашиваю по поводу занятий очных то есть в аудитории в москве будет в сентябре если не ошибаюсь седьмого числа ой ошибся четырнадцатого или да четырнадцатого сейчас скажу точно чтобы не да четырнадцатого сентября начинается вот поэтому те кто любит вживую заниматься это как раз вот в москве возможно значит дальше ну давайте посмотрим кто у нас на этой неделе чемпион чемпион и кто выдержал эти не самые легкие дни торговли практически на всех рынках было неспокойно очень много таких нестандартных движений а взять хотя бы смп значит протащил витана д шок шахтец неплохо вот и даже пробовал пару раз идти один раз в четверг и вот в пятницу ну одной такой сделки вполне достаточно и с точка же такие короткие сделки судя по всему по стратегии нужно выходить непосредственно в эту в эту же закрывать позицию по завершению торговой сессии вот и ну иногда упускается хорошее движение я думаю Yamaha 72 неплохо удивил вообще просто смотрите как технично четко хорошо великолепно великолепно зашел вышел смотрите да как технично работает человек да браво вот это первое место действительно зашел вышел никаких лишних движений клим клим тут что то вот понедельник было не с той ноги что ли стал нормально так набрал позицию пирамидинг не сильно одобряется чьи чиркин вот такой вот появился трейдер сделки целенаправленные видно, что человек четко знает, что он должен открывать, где, когда видите, нет лишних движений, там по 5 раз входить в рынок 2 раза в покупку, 2 раза в продажу встал в шорт, взял, вышел интересно, интересно продолжайте побольше таких бы уверенных трейдеров 7 маг на аватарке или иллюзионист ну, в общем, в шорте до сих пор вот это вот единственное как по мне было лишнее что-то такое было зашел-вышел так, Саня так-так-так-так ух ты так, есть профит и стоп-лосс ну такое дело AG 2015 тоже шорт скорее всего тот же аккаунт что и Саня так RTS да, хотел бы напомнить, что сделки, которые совершаются на открытии биржи прямо вот в эту же минуту они не будут учитываться в общем бонусе в общем зачете ну, это не нужно такие сделки открывать это бессмысленно все равно вас не откроют на реалы рынка по этим ценам так С.Ж ну действительно занимает первое место на этой неделе четко вышел по первой покупке закрыл продажу неплохо ничего не скажешь и вторую продажу закрыл неплохо первый, конечно, лот можно было и не спешить а так вот последний неплохо зафиксировал позицию аккуратненько раз два три три четыре сделки за неделю супер 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 продолжайте в том же духе интересно понаблюдать так вот кто по-настоящему трудился на этой неделе абсолютно не давали спокойствия индексу РТС пытались взять каждое его движение и частенько удается и неплохо так есть маленькие проколы эмоциональные судя по всему ну это скорее всего из-за постоянного присутствия в рынке рынок не способен давать вернем он даже не хочет давать постоянное хорошее интересные точки входа вот поэтому без отрицательных позиций ну никак стоит покупка в рынке и стоп-лосс и профит ну это уже хорошо значит заслужено второе место здесь вот трудяги на ртс аккаунт сон 2 трейдер 33 значит оптимист вот такие вот оставил на выходные человек лимитки ну один контракт но немного но желательно такую привычку не получать оставлять где попало какие-то ордера тем более на выходные лишнее это лишнее так трейдеры которые без ников без аватарок к сожалению будем пропускать BNW-063 так это студенты уже практикуются и так ну есть конечно вопросы здесь чисто на покупку конечно две сделки но обе они достаточно рано открытые без комментариев купец такие просадки так хорошо в прошлой неделе торговал правильно кто помнит неплохие были сделки ник go 182 вот один ну вот пример хороший того как упускается движение и фактически все усилия весь риск который был возложен на эту позицию принес лишь небольшие прибыли то есть вот вот все пропустил трейдер не сопровождалась позиция судя по всему до открытия Америки следующего дня вот то есть ну я думаю что 13 числа можно было уже после 83 точно закрыть позицию хотя бы эту часть прибыли спасти но вот здесь уже видно что полученный опыт и два приказа хотя контракт 1 на покупку я так понимаю максимум он будет точно выходить хотя ну ладно дело такое так пирамидинг не одобрял маркушин на покупках и давайте рубль посмотрим ну интересно трейдеры которые на прошлой неделе ушли с положительной статистикой и на этой в принципе неплохо справились мишка мед вот так вот всех вернул на землю наверное у Миши меда есть какой-то инсайд центробанка либо же аккаунт в офис так ну ничего не скажешь действительно круто такие сделки всем до каждый день все движения взял минимума до максимума 99 процентов ничего не потерял нигде так ну бравейся миша вы с нами еще мишка мед были же в чате точно ну ладно поделитесь поделитесь с ребятами на каких размышлениях вот так вот купили и так закрыли так ник гоу 182 закрыта покупка была тоже второе место гуров авэ шорт одобря 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 потом фиксация чуть-чуть была поспешной мы проходили это два раза вошел на шорт неправильно так рисковые какие-то открытия открытие на открытие биржи что-то тут 13 числа случилось гуров но все равно третье место с учетом всех каких-то таких достаточно ошибок которые допускают новички но все равно третье место так Карлос у него тут Олибай так Танакариди здесь уже начинается мастерство ниндзя рынка Бенджамин студент пока еще учится посмотрим посмотрим как у него получается на этой неделе 13 числа чуть-чуть рано вышел дело такое это не страшно тоже тут фиксация чуть-чуть рановато Бенджамин если его есть почему нет стоп приказа хотя да вот мишка мёд всех интересует ребят откуда такие нервы и сила воли не закрыть раньше времени позицию так карлос банджамин все телекон ну и в принципе тут больше ничего евро пара евро доллар тут уже спрашивали значит девиль вуаля еще один чемпион на евросессии вход на покупку выход тоже на евросессии но это ночной скорее всего трейлер если не ошибаюсь работает либо на австралийском еще либо посматривает еще и восточные рамки так саня попробовал реверс ночь позицию вышел практически без потерь пускай таки будет второе место дизель ухты 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 как тут сражение происходит так майк миг неплохо заширотил как бы ну вот чтобы похвастаться можно было такую позицию показать и что-то вот перед выходными решил покупку зайти пускай 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 мишка мед на еврике взял среду линитка какая-то валяется посмотрите нужна перед выходными дизель дизель так ну и все сейчас быстренько фонд так карлос больше ничего золотом золотом поехали вернулся м8 со своей дивной стратегией по золоту чудом тоже выжил на этой неделе потрепала тоже немало малость так тут тут не очень ну в общем все больше некого показывать ну браво браво брависимо мишками отличился бенджамин порадовал так поехали классы профайл снп так ну боковушка по контракту продолжается с одной стороны радует что мои предположения совпали с замыслом серых кардиналов финансовых финансовых махинаций и вот у нас ну такое как бы ядро 30% если не изменили параметры 40 давайте 30 поставим самое самое ядро здесь больше всего времени рынок проводил по этим ценам диапазона 2080 20908 ну и больше всего здесь проходило крупных сделок какие-то массивы мы также отдельно уделим здесь необходимо обязательно обращать внимание на 2060 2045 2050 здесь была активность на этой неделе ликвидная пред предзагрузка 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 выше 60 60 в районе 6560 массивчик мы его добавляем в этот массив и защита и еще одна защита которая была на этой неделе те кто торгует смп я думаю что заметили и обращали внимание на этот уровень тем более мы его уделяли вот обратите внимание также на ликвидность которая была 12 числа 2 миллиона 300 22 тысячи оборот за торговый день и ну набрали в этом диапазоне как бы и выше не столь важно здесь резкий всплеск активности и защита опять же диапазон 2 60 20 50 20 45 и пока не пробьют диапазон вот этой вот интересной среды 12 числа есть вполне шансы либо там прощальный создать маневр к 21.08 либо 21.20 перед закрытием контракта так как уже остается совсем мало времени это следующая неделя потом 24.28 и третья неделя последняя потом уже будет объем уходить на декабрьский контракт осенний будет он я не думаю достаточно таким ударным будет ощущение что такой сильный маневр давайте повторим эти уровни кто первый раз присоединился вот это на смотрите по поводу рассылки и приглашений на e-mail там чистится сейчас список подписчиков потому что некоторые не чтобы не отсылать письма тем кто не ходит либо ему ему не интересно это идет повторно как бы переписи тех кому интересно приходить на аутсрит онлайн либо хотя бы получать записи под подписчикам в общем поэтому если вам придет письмо о подтверждении просто нажмите да скорее всего там нужно будет бить свой e-mail и все значит поддержка контрольная и ключевая два раза уже себя проявила вот эти три сессии я бы выделил в качестве такого первого проверочного уровня на прочность со стороны байеров и три недели осталось то есть если просчитать примерно ход возможные сценарии S&P до закрытия даже если они создадут на следующей неделе маневр на покупку этого как раз вполне хватит чтобы сбить с толку селлеров либо же завлечь побольше байеров затем неделя корректировки либо боковика и под закрытие куда-нибудь третья неделя уходит вниз либо же вверх чтобы уже окончательно всем наделать неприятности то есть вниз следующая неделя до пробития 20.40 тем самым могут напугать участников и те начнут в новом контракте с открытия нового контракта официально могут задуматься уже продажах трендовых и потом это все дело скупят в сентябре возможно даже выше толкнут СНП по поводу процентной ставки мало ну как по мне поднимать процентную ставку США они должны что-то взамен придумать вот лишь бы не было войны так ну подытожим среду большая ликвидность толкнули цену выше два дня после этого стоят как заколдованные не идут даже ниже 20.72 20.70 четвертая или пятая попытка уже уйти выше 20.90 в принципе если понедельник даже будет пробовать толкнуть выше существенно например вторник среда вполне могут это подхватить и на волатильности куда-то вытащить за пределы хотя бы этого массива опять же нужна ликвидность пока вот видите пятница абсолютно маленькая четверг там был в рамках приличия но понятное дело два дня пришлось работать на покупку здесь либо раньше времени не пустили перед падением чтобы не падали раньше времени вот и либо затариваться ну по дельте если мы посмотрим смп здесь дельта явно преимущество и вторник и среда особенно вот этот весь на байре но буквально следующая сессия уже это превосходство преимущество это дисбаланс куда-то исчез то есть возможно это кратковременные там просто вот удерживают чтобы не падали раньше времени поэтому пробитие 20.48 20.52 это нижние диапазоны это этой сессии будет хорошим триггером на то что покупать пока уже не стоит то есть если пробьют этот коридор они могут понедельник протащить потом вторник среду купиться то есть такие коварные могут быть модели квити сейчас идет флэт и танго либо еще какие-то у них сейчас очень большое разнообразие так а по открытому интересу там также набрали сделок это за фактический год открытый интерес и график участки где по S&P набирали позиции вот здесь вот обратите внимание вот здесь давайте сокращу вот 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 чисто возьму май вот так и вот такой был период они здесь набирали позиции как раз минимум тут поддерживали и потом набирали позиции вот этот шорт после коррекции сбрасывали сейчас вот три сессии подряд идет на сбор позиции в среду была хорошая дельта на покупателя потом отрицательная и сейчас там нулевая либо же тоже отрицательная вот ну вполне могли скинуть позиции покупатели интродэйщики в среду которые открыли покупки этим могли затянуть дельту на сторону целера спекулятивные точки отработана локация на сопротивление причем самая верхняя которая пятого числа сформировалась на сильном объеме выше ста контрактов за 15 минут протестили как раз те кто заходил десятого на шорт вечернюю сессию уже пришлось могли простоять поддержку не увидели видите здесь на уровень поддержки пришли на евросейсе открылись ниже америка даже не толкнула выше на открытие цену то есть набрали уже ниже самой недели прошлой как видите вот минимум недели идет америкосы набрали здесь позиций 12 числа как раз там где была самая ликвидная и по дельте и по ликвидности сессия и фактически на высоту понедельника на две или три высоты понедельника толкнули цену ну на две так точно то есть вот этот уровень явно пригодится тут мы сразу ставим маркер саппорт дальше промежуточные подзагрузки байерами тут опять же удержались так мы их отметим 2075 2080 как раз мы эти уровни мы еще будем детально проходить на правкурсе и так удержали то есть в принципе если 2080 в понедельник 2075 байера будут уверенно отстаивать есть шансы либо потрогать 2100 то есть к максимуму сходить прощальный либо же направить и там уже будет понятно во вторник среду нефть у нас в конце как раз по списку нефть золото пробитие этого уровня единственная надежда будет у байеров попробовать здесь спекулятивно поработать в противном случае эти две локации берутся как сопротивление на европейских индексах вот такая ситуация не то не то класса профайл вот значит обратите внимание на нам вот этот коридорчик заметили на европейском маркете такая вот давайте более детально в этом контракте был похожий прайс геп и действительно сохранилась тенденция порядка на недельку и его даже защищали здесь у нас второе у нас на шорт уже был такой но будут ли его защищать тем более здесь активировался крупный игрок тут на поддержку уже была такая ситуация здесь и снова при подходе к этому диапазону почему-то активировались крупные игроки поэтому нет пока здесь намека на какие-то жесткие закупки рынок стоит во флете я думаю что ждут какой-то информация ждут какого-то зеленого сигнала на фиосекс идентичная ситуация есть некий микро гэп для позиционной торговли и без можно две сессии как будто опаздывали на продажи и особенно удивило 12 августа после дня падения следующий день еще больше начали набирать сбрасывают европу в Греции возможно опять начнется какой-нибудь армагеддон вот и липидность могли пока может приостановить временно ну такой импульс не очень хороший возможно какой-то крупный сбросил сильный такой пакетик ну либо какой-то банк ну в общем жестко на да реакция прошла такие моменты не упускайте из виду потому что с таких вот гэпов начинаются сильные жесткие обвалы рынков там немедленно рынок начинает падать начинает просто за 2-3-4 дня за неделю может уже ну они стараются быстро это делать чтобы вы уже просто ну боялись даже продавать на самом минимуме то есть что все было настолько быстро что пока вы думали уже рынок настолько сильно ушел что в принципе уже и терять нечего там все по маржинкову значит так ртс у нас есть такие маневры интересно значит пришли к 81 и на 2 недели как видите рынок ушел в боковик торги идут непростые вот по 3 сессии пытаются толкнуть выше ликвидность уже на прошлой неделе вернее позапрошлой активизировались на прошлой была неплохая ликвидность на это вот почему то вот по пятницу идут ниже но уже видно появление крупного участника естественно перенесли основной объем по контракту на 84 на 82 500 выделим пока как ядро фактически сейчас все внимание на этот диапазон более так упрощенном виде если постараются удержать цену выше 82 584 виват покупателям если пускают ниже то есть у них нет шансов даже возможности удерживать выше 84 у нас продолжение шортов но мы посмотрим сейчас на дельту и оценим с точки зрения агрессора давайте поставим здесь агрессоров все правильно и вот такая ситуация сейчас на ртс по дельте значит здесь соответственно с 30 числа были в основном целлеры толкнули все ниже потом покупатель селлер такая вот тандемная модель и байер селлер байер пока вот те байеры которые поступают на рынок еще тяжеловато им толкнули цену но тем кто торгует ртс индекс ртс на госпроме ситуация намного веселее так как вы торгуете индекс здесь вот с 27 числа работают как раз те кто заходит раньше всех уже два раза такая была активность на прошлой неделе на этой и через сессию еще массивчик набрали здесь вот поэтому пробитие 146 примерно выше 150 и удержание фактически выше 142 144 то есть выше этого коридора и будет хорошим таким допустим на рост так и сбербанк где у нас фондовый сбербанк соответственно на сбере здесь вообще в открытую вторую неделю байер буквально три сессии немножко коррекцию в июле также мы видим активность байера уже второй раз они на 76 проходят причем и тот и тот неплохой неплохой и в конце июня также соответственно байер 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 в общем как только пройдет какой то триггер я думаю что может быть фомка порадует может быть нефть отпустят и она начнет расти в стоимости тем самым как бы дадут хороший триггер на основных рынках и начнется движение но это наверное уже в новом контракте соответственно в новом квартале по сберу там по госпому и ртс рубль вот такая ситуация на паре доллар рубль здесь также боковичок восемь шестьдесят четыре шестьдесят пять и перетягивание каната пока вот целера не сильно подконтрольно ну не контролирует пока цену так как байеры прямо три сессии у максимума потолка висят на шесть шестой и не отпускает котировочку на спорте выглядит картина немножко вот так вот сессия одиннадцатого числа отличилась двенадцатого тринадцатого четырнадцатого уже шли чуть попроще но удивляет вот то что цена просто потолок резкое снижение ниже шестьдесят три с половиной ниже шестьдесят два с половиной даст я думаю неплохие сигналы на возможное укрепление и разворот ключа пока как видите спокойно байеры контролируют цену потолка и не дают даже пробить ближайшие загрузки загружались они здесь судя по всему тут то есть пока вот эти два уровня не пробьют я думаю байера будут сражаться ну разве что нет начнет резко идти вверх и тогда они поскидывают позиции пока видите дельты нет никакой на шутки поэтому по открытому интересу на рубля вот такая картина вот вот потихонечку выпрыгивают аааа возможно прибыль фиксирует возможно боятся что нефть начнет разворачиваться ну не существенно но но аккуратненько фиксит аааа вот поэтому если продолжится фиксация на следующей неделе то большинство ждет уже разворот деврик он же самый популярный валютный фьючерс или шестер так ликвидность была неплохой опять же в среду толкнули выше раз два три четыре пять шесть подряд сессии 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 было на рост 6 подряд покупок вот откорректировались и стоят в боковике буквально четверть пятницу то есть это седьмая сессии похоже попытки были но чуть меньше сессии на рост и пока вот пробили первый такой мини уровень сопротивления 1 3 единицы и массив на поддержку 1.1 как ориентирный стоит выделить тут были несколько недель не супер ликвидность конечно но бывало и хуже так по еврику открытый интерес ну нельзя сказать что прям уж сильно зашли все на покупку кто-то фиксирует кто-то заходит но большинство сессии было на фиксацию кластер чарт евро франк я помню франк просили ну вот такая вот дельта последний раз был вспышка активности на покупку как раз поддержали все эти точки вот раз два закупка здесь и докупка тут среднюю позицию удержали пробили ну мы уже это отметили ну ну теперь нужно набраться сил пробить 1.12 те кто на зарост а вот франк выглядит по дельте таким образом здесь по агрессору как раз вот преимущественно байеры работают и и прошлой неделе на этой буквально вот 12 числа ликвидность вот четверг пятница на многих рынках видите после этого импульса на висят не сильно ликвидные сессии то есть был импульс и потом не продолжает загружать скорее всего он был манипулятивным потому что обычно если импульс хороший то вот как здесь видите в пятницу 31 числа импульс был очень объемный а потом уже все эта объемность куда то пропала и сессия расширения не возобновила поэтому по франку здесь очевидно коридор выбираем 0.13 0.18 будут удерживать вуаля ну стоп лосс достаточно короткий здесь даже нет смысла рисковать потому что похоже может быть ситуация как и с этой моделью и с этой то есть как видите тут классические работают для разворота нужна хорошая ликвидность ее пока мы не видим тут буквально одна вспышка такие мы уже на франке наблюдали так 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 а а здесь прям армагеддон развернули и уже энное количество раз два три четыре пять шесть семь восьмая попытка пробить зловещую пятьдесят седьмую там начинается такая вот магнитная плита которая необходимо преодолеть чтобы достичь пятьдесят восьмой пятьдесят девятой весь массив разбит на разные активности уже и здесь затаривались поддержали вот раз два третья часть ну обязательно пробить вот этот диапазон то есть могут упираться могут идти ниже то есть пока вот не пробьют даже если в покупке стоите ставите алерт на пятьдесят семь на пятьдесят восемь и ждете активность на фунте более такая четко направленная здесь в принципе хорошо по фунту заметно что еще а индекс доллара 98.3 и пробил индекс 96 нет 96 еще вот чуть-чуть осталось то есть уже тестирует 97 96 половина то есть вот эту точку поддержки вот этого массива пробивает то есть пойдут ниже 96 индекс индекс будет стремится как раз 93 94 ну фактически две трети контракта уже уже прошло корректировка само собой с уровень очень важный ну рынки так не падают обвал рынка и действительно продажа не больше похоже на вот такие вот маневры чем там две три сессии стоят на одном уровне чуть-чуть снизились там опять чуть-чуть опять чуть-чуть то есть просто всех как бы пугает по чуть-чуть то есть вроде пошли ниже и все весь рынок уже продает инструменты которые связаны с нефтью вот поэтому как по мне вполне смоделированная модель на продажу вот с 52 по 44 плита вот здесь тут небольшая и тут по 3-2 сессии аккуратненько спускаются видите то есть распускаются аккуратно то есть никаких никаких сверхсессии никаких импульсов жестких никакой вспышки ликвидности ровные обратите внимание значение чуть ли не каждую сессию идет одна и та же ликвидность за день ну крайне манипулятивная подозрительная как только не отпустят вот этот аппарат который тянет котировку вниз ну не пропустите этот момент для этого есть в платформе очень много систем алертов ценовых временных объемных тиковых дельт между инструментами для арбитража то есть вариантов много используйте по максимуму массив 5450 2 50 первое сопротивление по бренду и тоже притихли пока вот стоят раз три четыре три четыре раза 50 и пять тестируют поэтому нам нужно посмотреть что там по дельте и если там значит смотрите это сейчас будет нефть который торгуется на бирже форс то есть непосредственно на наши биржи и здесь вот так вот смотрят на бренд крудойл который на форс торгуется давайте посмотрим это вызвано фиксацией сделок либо же входили ну мишка сейчас как видите по открытому интересу и по и по ликвидности многие рынки наблюдаются что участников меньше в разы чем весной было да видите выпрыгивают из позиции вот начиная с 10 числа по бренд крудойл на форс который торгуется не набирает то есть выходит была вот затарка на этом уровне его пока удерживают и здесь перед выходными чтобы наверное сбежать гэпа фиксирует 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 ждут тоже ждут значит фиксирует на на бренде который делает фиксирует вот так его маркет очень есть вот такого формата на бренде фиксирует попытка на минимуме купить сняли стопори снова купили сняли стопори экспирация да вот мне напомнили ребята экспирация по нефтянке в понедельник там там что то интересное давайте глянем сейчас отдельно сейчас отдельно с то есть если не в золото вот запутался в ну там отопительный сезон начнется куда им по 25 продавать европу надо отопить себя отопить вряд ли они будут держать дешевую нефть на момент осени зимы так золото манде электронных среда на хорошей ликвидке толкали вверх в это время две сессии висят на макушке пробили один 1110 вот также две сессии было на слабой ликвидности по дельте у нас по золоту третий раз уже импульсы на байре за четвертого числа уже так частенько проходили и и и и тут получается у нас если брать активность где они проходили вот эти покупки 1099 1109 коридор вот должны удержать тогда это подтвердит хорошее наличие байеров ну и собственно плита уже 10.82 10.83 нижний уровень тут ниже покупать уже просто будет небезопасно если байеры не могут даже 99 109 1109 удержать то внимательнее присмотритесь к покупкам пока вот ну возможно уже золото стартует перед разворотом нефти заранее как бы вот как бы так вроде похоже официально получается с первого сентября все маклеры все сотрудники офисов банков финансисты аналитики возвращаются со всех отпусков и увидите как с нового контракта в декабрьской первой же сессии начнется прилив ликвидности ну и соответственно все средства массовой информации будут стараться ничего не понимали что происходит либо там были негативно настроены по отношению к рынку либо позитивно внимательно смотрите новости желательно не смотреть их там по ТВ читайте определенную литературу прессу какие то издания экономические календари отчеты тоже отчеты проверяйте потому что даже отчетности банков компании выходят достаточно коварные рады всех видеть вам хорошего уикенда еще будет тепло осталось совсем немного солнышко и до следующей пятницы до свидания всего на лучшем пока